Больше похоже на Ян Дует Кокс. Сморж скучно! Прожарь меня челлендж. Итак, сегодня мы выполняем Прожарь себя челлендж. Мы запостили пару шикарных фоток, что вы поражали нас. И мы примем это. Надеюсь. Вы наговорили дерьма! Я вообще не уверен, что готов к этому. У меня тут даже есть свой психотерапевт. Вот он там. Чё как, чувак? Выглядишь хорошо. Да, спасибо. А вот фотография. Это было в 2005. А мы будем читать, как вы умудрились нас... прожарить так рад что отписался несколько лет назад она до сих пор подписана на нас в твиттере да волосы Энтони и то лучше играют давай вот это вот тот момент когда не можешь понять это твой друг или небритая вагина твоей мамы я так понимаю это обо мне я так понимаю это обо мне вы выглядите как две тётки которых обоих зовут Рут бли да вот это возьмет и гадарь день ночь джонас бразерс кавер бенд прожерен вы ребят выглядите как джейк и джордж но единство без таланта оооооо ладно готовы быть прожаренным вы кто такие неудачися джонас бразерс ууу, да ладно, это джонас бразерс я видел их раньше Да это снова Джонс Баззер, да бросьте! Это слишком больно! Да и знаковые причёски! Мне нужно смотреть собеседнику в глаза, когда я с ними разговариваю, но я не могу найти глаз под этой причёской! Может быть, после ваших попыток быть смешными, вы будете мыть полы своими волосами? Ладно, зацени это. Здесь написано немного похоже и прикреплены фотки Мой Лэри из Трёх Балбесов. Простите, не смог удержаться. И фото Зака Эфрона, и парня, которого я не знаю. Я думаю, это Корбен Блю. Энтони выглядит как моя вагина зимою. Прожарим! Я знаю, как выглядит вагина зимою. Почему Энтони выглядит как фитос Ник Джонас? Не, 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 не. В чём разница между фотографией тебя и фигурного картофеля фрии? Прожарим! Тот чувство, как я хотел быть наркоторговцем, но теперь торгуешь майками. Парни, вам надо сделать из причёски Йену миску льда-шипцев, которые обычно продают две по цене одной и всё для дома. Это неплохо. Они разве там такие продают? Да, они там такие продают. Окей, ладно. Пока это была средняя прожарка. Это была средняя. Средняя такая, такая прожарочка. Ещё мы просили вас, ребят, прожаривать нас индивидуально. По личным фотографиям. Я начну прожаривать первым. Я надену мои противохейтерские очки. Отлично, давай, начинай. Ты выглядишь как пятилетняя девочка, которая впервые дали игрушку. Я в чьём-то топ-8 на Маспейсе, да! Нет? Нет. Девочки никогда не украдут мою девственность. Прожарен! Это было практически в точку. Прожарен. Я ведь, я ведь и правда потерял девственность примерно за год до того, как сделал это фото. Почему Йен выглядит как кокосовый парень из рассекреченного руководства по выживанию Неда в школе и улыбается как солнце ребёнка с телепузиков? Чё? То чувство, как хочешь снять классные фотки в инстаграм. Но выглядишь так, будто секс с солнца ошиблась. У нас тут отсылки к смошу. Да. Я не знал, что японцы скрестили мутанты-динозавры из школьника. Ты выглядишь как дешёвая версия Гэри Стайлза, если бы он вышел из туалета в видео «What makes you beautiful?» Так жёстко прожарили, мужик. Его глаза говорят «Я убил свою мать, а шея и съел её тело». Вот это нормально. Это было неплохо. Я даже потерял немного своей защиты, которая от хейтеров. Да, так и есть. О, нет! Йен перерезает ленточку финишной прямой трассы девственников! Да. Вот это было хорошо. Хорошо, это пойдёт. Ладно. Тот майн, которая тебя любит, только твоя жевательная резинка. Пожарен. Мама дала мне жевательную тянучку и я, случайно, съела убёртку. И теперь я просто поиграю с ней. Не прожарен. Наконец-то у него есть хоть что-то длинное. Гори, 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 гори. Это было, это было просто. Жевательная резинка любит меня больше моих родителей. Гори, гори. У меня теперь нет защиты, мне теперь не спастись. Его волосы же не будут так хороши, но по крайней мере, как он всмож. Гори, прожарено, прожарю сам себя. Мужик, кроме защиты его мозга, они защищают его девственность. Гори. Прическа на защите девственности. Это всё, это всё, мужик. Готов к своей прожарке? Я готов к прожарке. Итак, Энтони, мы запостили эту фотку Энтони. Ты готов к этому? Да. Ты готов оказаться в огне? Сделаем это. Йоу. Ты выглядишь как песня Эванессанс. Гори, гори. Ты выглядишь как такой чувак, который режет себе вены, потому что его сестра съела его пиццерол. Господи. Гори. Тот момент, когда мама тебя никогда не любила. Я не буду поражать эту 10-летнюю девочку. Когда пытаешься выглядеть как Эмма, но в итоге получается неуверенную себе рядовая белая сучка. Гори. Почему у тебя на футболке написан средний демографический возраст? Там 15. Ты выглядишь как... Ошановская версия Пита Уинса. Дешёвый Винс. Там ещё, там ещё есть чем прожарить. Ты готов? Да, прожарай меня полностью. Я готов. Сири. Найди самую стереотипную фото Эмма из всех. Прожарен. Начинает играть музыка. Здравствуй, ночь, моя старая подруга. Послушал однажды фаллов бой. Прожарен. Ты выглядишь как Эмма и педофил одновременно. Гори. Мне было 18. Мне нравится, как твоя футболка изображает Валентинку. Кто никогда не захотел бы быть с тобой? Скорее всего, нет. Этой маленькой девочке надо свалить с Матспейс и сделать что-то со своей девятилетней жизнью. Прожарен. Я чё-то не помню, мне надо что-то сделать со своей девятилетней жизнью. Потому что ты 9. Ты девятилетняя девочка. Да. Отличная футболка. А есть что-то такое на мужчин? И это была вся прожарка? Это было больно. Чёрт. Чёрт, вы так хорошо нас прожарили. Было больно. Было просто, о, мужик. Ладно, я придумал прожарку. Ладно. Прожарь меня. Я прожарю тебя. Прожарь меня. Всё, прожарь. Энтони Падье. Или Энтони... Энтони Кисадилия. Да, я знаю. Энтони Кокс. Да, чё не так, чё? Больше похоже на Йен Дует Кокс. Я забыл защиту от хейтеров. Это было настолько больно. Да, теперь я не уязвим. Знаешь, почему ты так много твишишь, что у тебя есть девушка? Потому что это твоя борода. Был близкий с ней? Да. Это было реально близко, мужик. Реально близко. Эй, Энтони. Что? Знаешь, почему ты фоткался, стоя в океане? Почему? Потому что тебе стоит столько посолить после прожарок. Знаешь, почему у тебя ложки на глазах? Потому что ты их используешь, чтобы есть из третьего размера груди. Эй, Энтони. Что? Знаешь, почему ты пытаешься копировать мою бороду? Почему? Потому что ты тупой. Эй, Энтони. Что? Знаешь, почему поделив море с тортилой? Почему? Потому что в оба плоские и белые. Ну вот мы и закончили, кстати, прожарку. Это самая лучшая прожарка, которая только была в моей жизни. Надеюсь, вам, ребят, понравилась эта прожарка. Потому что мне не нравится быть грубым. Я не люблю, когда меня прожаривают. Грубость вообще не мое. В смысле, я не против грубости, но я не люблю, когда люди грубы со мной. Да, иногда попадается правда на это. Да, это про девственность. Целая куча шуток про девственность, про фаллобой. Слишком грубо, слишком глубоко. Прожарьте нас в комментариях ниже. Да, прожарьте прямо сейчас в комментариях. Да. Возможно, мы придумаем что-нибудь получше этого. Намного лучше этого. Возможно, мы сделаем еще видео, где прочнем ваши прожарки из комментов. Так что убедитесь, что придумаете что-нибудь хорошее. Готовься прожаривать. Пока. Хейтеры. Перевела Алена Лопатина, озвучил виски. Не забудь добавить это видео к себе. Так что спай нашу группу СМОЖКонтакте, вк.ком, слэш СМОЖ. Ссылка есть в описании под этим видео. Ага. СМОЖКО. СМОЖКО. СМОЖКО.